Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 марта и сегодня у меня первый посев огурцов. Ну то есть не посев, а пока только замачивание. И это минимальное-минимальное количество, совсем небольшое мне нужно, для получения супер раннего урожая. Это вот те огурцы, про которые я говорила. Я их посею сейчас сначала в стаканчики, потом перевалю в ведро, буду доращивать в ведре, я буду выносить в теплицу, в придомовую, и потом уже перевалю или в бочку, или можно просто в теплицу, в грядку. Но это вот те огурцы, которые будут самые-самые первые, и будет их несколько кустиков. Вот один год я выращивала 6 кустов, другой год всего 4. Ну как получится, как место. И вот еще хочу раз напомнить, многие сейчас хотят в этом году вот так посеять небольшое, даже пусть даже 2 огурца, ну чтобы порадовать там внучат, детей. Какие семена я сею? Я вот из года в год всегда сеяла Настя и внучок. Нынче внучок не смогла в торговле найти, не купила, потому что почему-то этих семян, ну редко могу я их найти, но я их уже как опробовала, опробовала, для раннего урожая они идеальны. Видите, написано партенокарпик. Вот именно те, которые без опыления пчел, потому что тут можно ошибиться, можно найти гибрид F1, но потом, когда при близком рассмотрении, окажется, что он пчелоопыляемый гибрид, а нам нужно, который без применения пчел. Но вы понимаете, что в это время, например, в апреле, когда они будут, тут я их уже буду выносить, и в начале мая, вероятно, уже будут первые маленькие зеленцы. Ни о каких пчелах речи не может быть, теплица в это время закрыта. Но условия в теплице для них подходящие. Вот я беру всегда Настенька и внучок, несколько лет выращивала бедретто, тоже хорошо подходит. Всегда для таких целей применяю еще и зазулю, потому что они совершенно разные, если эти маленькие такие хрустящие, то вот это вот те тепличные огурцы, которые именно для выращивания в теплицах, именно рано осенью или поздно весной. И чем они хороши? Я уже про них говорила. У него очень длинный вот этот вот сам плод, 20-сантиметровый. Он не стареет, но очень долго сохраняет свою товарную ценность. В нем почти нет, не укрупняются вот эти семена. Он очень вкусный на вкус. И это именно салатовый сорт. Его, конечно, никто на засолку даже не подумает выращивать, чтобы вот эти вот здоровые дылбы в банки заталкивать. Но весной, когда у нас ажиотаж, и когда особо ценится, ну чем больше огурца, тем лучше, то вот этот вот сорт зазу или апрельский, они подходят идеально. Он скороспелый. И на протяжении многих-многих лет, уже 20 или 30 лет, их и в государственных теплицах раньше выращивали, я вот тоже его сею. И вот в этом году я остановилась на трех сортах. Я уже вот подписала их. Вот это у меня Настя. Так как их мало, я всего положила 5 семечек. В расчете, что может быть 4 хотя бы взойдут. Это вот зазуля. Положила побольше. В прошлом году у меня не взошло из пачки ни одного семечка, поэтому я подстраховалась. И вот эта бедретта высыпала 2 пачки, потому что эта бедретта у меня осталась с прошлого года. Она уже просроченная год как. И поэтому я высыпала все семена. Хранить их уже больше смысла нет. Но если взойдут все, значит буду выращивать. Оставлю на более позднюю высадку. Буду переваливать большой объем. Все. Еще что хочу сказать про сегодняшнюю. Я не буду даже про замачивание. Как обычно, ну по той же схеме. На влажные диски ватные укладываю. Сверху закрываю влажным тоже диском ватным. Даю неделю им на всхожесть. Вот к концу марта они должны взойти. Закрываю вот из-под пирожных. И буду каждый день открывать немножко, проветривать все. Тут даже не сам, а замачиваю всегда или пином, или другим каким-то, ну таким стимулятором. Потому что огуречные семена, особенно вот эти, которые я показала, просроченные, им все равно нужно какой-то стимул. Еще хочу напомнить тем, кто не видел предыдущие ролики. Ни в коем случае нельзя для раннего вот такого посева использовать сортовые, вот где нет F1, где написано лучшие для засола. Это будут позже. Вот, например, парижский корнишон тоже, казалось бы, хороший, идеальный такой. Но это сорт, и ему он без пчел у вас не будет плодоносить. Выбирайте, на которых написано или портонокорпический, или хотя бы просто, ну вот это тоже портонокорпический, или хотя бы F1, ну конечно F1, но чтобы на нем было написано, что он самоопыляемый гибрид. Так, а вот, смотрите, написано, новый сибирский самоопыляемый гибрид корнишонного типа. Тут даже не написано, что он портонокорпик, но хотя бы он самоопыляемый, без пчел, потому что пчелы еще спят. Все, до свидания, у меня как будут продвигаться дела, когда они проклюнутся, я вам покажу. Я высаживаю в маленькие 200-граммовые стаканчики, грунт делаю половину перегноя, половину простой земли, высаживаю, как только появятся два листика семидольных, во избежание вытягивания, я их выставляю на день на солнце, там прохладнее, в теплицу, а на ночь заношу домой. Или можно на подоконнике оставить, но обязательно подсветка, без света они вытянутся, и никакой качественной рассады не получится. Нам нужно, чтобы рассада была коренастая, толстенькая, чтобы листья были такие здоровые, а огурец сам низенький. Все, до свидания.